МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недобросумленное выкарыстание парковочных местов для инвалидов, да и провели акцию «Стоп парковка». Одна перемога на усих. У Гомеля больше за 50 удельников собрал незвычайный футбольный турнир «Сярод подлетков». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Напередо дни официальная делегация Гомельской области на чале со старшинью Аблвы Конкама Иваном Крупко отправилась в Москву. На парадку дня бягучие планы работы, а так само ближайшие перспективы взаимодействия Гомельщины с регионами России. Один из пунктов рабочей программы – «Павильон Беларусь» на ВДНГ. И он корыстается особливой популярностью. У первых дней листопада лечильник показал больше за 10 тысяч наведовольников, а 4-го листопада зафиксовали 11 тысяч человек. Выбор и попыт великий. У продуктовой краме десятки видов молочной продукции, мясных выробов. У кондитерским отделе Ивану Крупко расповяли, что московские покупники полюбили новую линейку тонкого шоколада «Спартак». А кроме этого, губернатор пропоновал керавництву павильона звернуть увагу на супрацовництво с Наравлянским акционерным товарыством «Червоны Мазыранин». У приватности – пропрацовать пытание поставок и рысу. У инших отделах – Добружский фарфор, школьная форма от Жлобинской швейной фабрики. Костюмы от Каминтерна корыстаются популярностью. Ценятью першую чаргу за якость расповядают керавнику региону. А новогоднюю коллекцию Добружского фарфорового завода разобрали литерально за три дни. Центр инклюзивной культуры – место максимальной адаптации для таких людей, як Дмитры. Мужчина мальничого не бачит с народжения. Для того, как прийти до меты, ему допомагает не только Кий, а Лея Гук. Так працует специальная мобильная программа гуковой адаптации. Полная слепота, або частковая страта зрока, хвороба сусветного масштаба. Миллионы людей вымушены жить у Темры. Дать им ориентир – задача ведущих, а головная – не обыяковых. Во всем мире человек, у которого отсутствует зрение, считается самый тяжелый недуг. Потому что, представьте, человек находится в темноте. Возьмем человека на инвалидной коляске. Он видит краски мира, он знает, как ему пройти, куда-то проехать. Задача этого, то есть государственным структурам – создать доступную среду. То же самое можно привести человека, который плохо слышит. А представьте, человек, который не видит ничего. Представьте, здесь у нас кипяток. У нас кипяток. И как без зрения налить так, чтобы не обжечь? Слышите, тонкий, такой небольшой, можно сказать, свист. Да, ультразвук. Это сообщает незрачному человеку, что наша чашка полная. Набор специальных бытовых и научных гаджетов пропоновали на тематичной выставе. Дмитрий Герашенко их усе уже давно освою и с поспехом применяю в побыте. Говорить каханых, женку и детей кормить обедами уластного приготовления регулярно. Будете ли вы потом слушать бутерброды, которые сделаны? Я люблю готовить различные по утрам омлеты, варить макароны с сосисками, картошку варить, даже жарить. На угол, не глядяши на житё, у полной темры Дмитрий не разгубился. Ясно в детстве, когда урачи выявили у его слепоту, батьки зауважили, зато у хлопчика есть идеальный музычный слых. Такая вот компенсация от природы. Я музыкой решил заниматься, потому что у меня дедушка по отцовской линии хорошо играл на гармошке в деревне, на праздниках играл. И отец чуть-чуть играл, и мама мечтала научиться играть. Просто родители определились, что есть тяга к этим инструментам, желание играть. И они рассмотрели во мне, за что им благодарен. Дмитрий играя, причем аж на 20 музычных инструментах, а ясно саморучно их вырабляя. Мир звуков, он более открыт для меня. Особенно если ко мне попадет в руки какой-то инструмент, это вообще очень мне помогает. Я могу воспроизвести похожий или такой. Это инструмент старинный народный, называется по-белорусски смык. В древности на свадьбах использовали. А ясно мужчина, навучая музыцией и житевой адаптации детей-аутыстов. Ведая, музыка может быть лечебной. Есть его и масса инших занятков. Свой ютуб-канал, где демонструя музычные поспехи. А все тому, что побачь за усюда есть ты, кто допомагает, натхняет и кахает. Я очень счастлив. Семья – это очень здорово. Я счастлив, потому что есть хороший тыл, есть хорошая поддержка. И люди, которые любят и радуются о моих успехах. Ирина Дробышевская, Сергей Желенко. Для родной компании «Гомель». Пасля упартых боев подчас Великой Айчинной войны 80 годов тому были вызволены населенные пункты Гомельской области. Сяроды хапынулися Холмеч, Дворец, Краснополе и Артуки. Наступ у керунку галонного удару был початый 10 листопада 1943 года поблизу Лоева. На наступный день для узмацнения удару были подлучены танковые и кавалерийские корпусы. Советские войски вяли бои за поширение плацдарма на правом березе Днепра. С вызволением населенных пунктов Речицкого района «Червоная армия» стала на крок ближай до вызволения нашего областного центра. Столицы нафтовиков – важкие подарунки. Напереды дни 80-ти года, с дня вызволения Речицы от фашистских захопников, Мясцовый парк «Перамоги» пополнился эксклюзивной войсковой техникой. С такой патриотичной инициативой выступила Речицкая районная организация ветеранов ПДВ и силы спецопераций на челезнофтовиком Владимиром Габровым. Подтримала идею Министерство обороны Беларуси. Две боевые машины доставили у город. Новые экспонаты разместились по быч вспомникам, ветеранам локальных войн и узброенных конфликтов. Не обошлось и без допомоги транспортных сродков Беларус-нафты. Министер обороны посетил Речицу, увидел нашу работу и дал указание, подписал приказ о выделении нам двух еще образцов БМП-2 и БРДМ-2. И у нас здесь уже серьезная композиция. Памятник участникам локальным войнам и военным конфликтам последних лет. Но на 90-летие ВДВ самоходку мы десантную установили. И, конечно же, при поддержке исполнительной власти, руководства «Беларусьнефть» мы создали вот такую красивую композицию в канун 80-летия освобождения нашей Речицы. Обмежование в махчимостях не значит обмежование в правах. Супрацовники да и Управление внутренних справ Гомельска-Габл-Выконкама провели профилактичную акцию под назвой «Стоп парковка». Основная ее мета – притягнуть увагу громадскости до проблем недобросумленного використания парковочных местов для инвалидов. Подробязности глядите в нашем сюжете. Водительский стаж у Владимира Шпаковского «Небеспечная дорожно-транспортная здоровья» не поделила на «да» и «посля травмы». Усяго молодой человек за рулем больше за 10 годов. За их пять – за инвалидностью опорно-рухального аппарата. Проблема отсутности парковочных местов ему добра, знаема. Чтобы инвалиду подъехать и выйти с машины, это надо полностью открыть дверь на всю ширину. Иногда этого пространства просто-напросто не хватает, потому что поджимают соседние машины и вылезти никак невозможно. Приходится либо ждать полностью сидеть в машине, чтобы выйти, либо просто-напросто вызывать сотрудников ГАИ и решать данные вопросы. Частей парковок недостая коля гандлевых центров. На суперэкстереотипному меркованию люди с обмежеванными махчимостями не сядят на месте, а выезжают у Тымлику за продуктами. Тому одним из инициаторов акции выступило Гумерское областное громадское объединение «Инвалиды-спинальники». Здравствуйте, областное для инспектора-зывочника. Вы инвалид? Нет. А чего вы стоите на месте для инвалидов под знаком, под табличкой? Вы не только встали, мы здесь уже минут 15 находимся. Мы только за спичину. Хорошо, давайте ваши документы водительской техпаспорте. Парковка в зоне деяния знака «Инвалид» дозволена только у Тым. В выпадку колей у машины находится человек с отповедными медицинскими показаниями. Одной наклейки недостатково. При себе повинно быть отповедное посвечение. Парковаться на данных местах могут инвалиды. Первая и вторая группы, а также инвалиды третьей группы, имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата. За нарушение данного правила водитель первый раз будет предупрежден. Во второй раз в отношении него будет вынесен штраф в размере 2 базовой величины. Люди с обмежеванными махчимостями не повинны обмежевываться в правах. Тому обычным автомобилистам необходимо быть уважливыми до тяжкостей, с которыми сутыкаются инвалиды на дорогах. На Гомельщине стартовали квалификации чемпионата Украины по гульни ДОТА-2. Призовый фонд турниру, организованного при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта, 20 тысяч рублей. Первые две отборочные гульни чемпионата пройдут у каждого из регионов республики. Наша сдымочная группа наведала один из киберклубов Гомельской области и доведалася, как команды рыхтуются до будущих споборництвов. Подробности в нашем сюжете. ДОТА-2 переносит геймеров в старожитный свет битвы помеж силами святла и темры. Стать героем виртуальных войнов. Перемахчеворога в выдуманном су-свете и заробить повагу реальности. Первое знакомство с другой ДОТой у Микиты Зеленкевича отбылось в 2014 году. А после международного турнира в 2018 молодой человек выросил гулять миновито на профессийном узровне. Я решил, что я хочу чего-то большего, чем просто играть в эту игру. И с того времени я начал пробиваться, играть еще много игр в день, пробиваться, пытаться все выше и выше, играть какие-то турниры. У меня третья позиция – это оффлейнер. Он имеет сильную линию, и он создает какую-то шумиху на карте, пока главный игрок набирает свое преимущество. Сейчас ДОТа-2 для хлопца – как другая работа. Тренировки с командой занимаются по 8-10 годин за день. Выкликано это у темлику и будущими с поборницами. Не без уваги остается и физичная складальная. Как бы сидеть долго за компьютером, нужно держать себя в форме. До речи, захоплений сына подержал батька и наводь доучился до команды. И он допомогает со стратегией. Зеленая дорога, я это поддерживаю. Я считаю, что дети должны развиваться. Вот если им нравится что-то, любое занятие, неважно, это киберспорт или обычный спорт, надо поддержать, пускай пробуют. Если играют все время по одной стратегии, соперники очень быстро вас выучат и переиграют. Просто они найдут контрмеры к этой стратегии. И поэтому ДОТа она очень многогранная. Она тем и славится, что это как шахматы. Усяго в команде 5 человек. В этом складе они гуляют у першиню. Однако геймеры один за одним, знаемые давно, и уже вяли бои у пары. Самый опытный капитан Даниил Барановский. Его стаж у ДОТе 2, а Маль – 10 годов. Гульня у клуба уяще не было. Квалификация команды отбудется 25 листопада. По куль геймеры узмос не натренируются и сбирают информацию об махчимых соперниках. В данный момент у меня 10400 ММР. Это 200-е место мирового рейсинга. Мои любимые герои – это Вайс Кинг. Это герои, которые позволяют мне на ранних стадиях игры много драться. В предстоящем турнире план минимум выйти на призовые места. Но, конечно же, хотелось побороться за первое место. Перед квалификацией проводится жаробьёвка. По час ЕЕ команды размярковываются по сетце выпадковым чином. Переможцы региональных туров отправятся на финал чемпионата у столицы у Снежни. Там за кубок первшинства будут взмогаться 16 команд. Подзвезд кожной области и четыре из Минска. Олеся Заяц, Сергей Калацей, Миколай Заяц, Утель, Радио Компания «Гомель». От дзядуленных лаптей до модных сувениров. На Полессе мастатство соломоплятенья – одно из самых старожитных. Незличенная колькасть народных обрадов заусюды была связана с хлебом и соломой. На початку полевых работ СНОП зажинала старейшая с Жанчин и дарила его руководству тогда еще колгаса и саугаса как символ добробыту и доброго уроджаю. Как в Гомельском колледже дизайну и компьютерной графике развивают рамяство, глядите далее в сюжете. Соломоплятенья – старожитное захопление полишуков. Наши прудки щиро верили в магичную силу с Божией и соломы. Народные поверье живут и в наши дни. Прихильники декоративно-прикладной творчести развиваются в традиции мастатской опрацовки природного материала. Первым, чем на свет появится вот такой соломянный эксклюзив, солома проходит с некоторых этапов. Мы ее отбираем по толщине. Если мы уже будем из нее плести, мы ее замачиваем в воде, не меньше 60-70 градусов. А дальше уже в зависимости от работы. Какая-то солома разрезается на мелкие полоски, из нее делаются лепестки для того же самого кокошника, из какой-то мы делаем колокольчик. Это получается подготовленная уже солома для плетения, ржаная, отбеленная. Я сейчас работаю над объемным плетением для новогоднего серпантина. Все, что требуется, это намочить солому, здесь поддерживать и постепенно вот так вот плести. И получается достаточно неплохо и легко. Гомельский колледж дизайна и компьютерной графики людям радость. Должны их делать с удовольствием, с желанием. Нужно вложить частичку своей души. От новогодних цацек и креативного декора до модных капелюшоу и дядулиных лаптей. Коллекция креативу от наученцев Гомельского колледжа живая. Что стейде на выставы и подарунки. Шмат, что продается. Особливо много охотников до выработок бытового призначения и сувениров. Такая грациозная живела у фаворитах. Эта лошадка выполнена из пучков соломы. Берется ржаная солома, длинная солома, толстая солома, второе и третье колено. Замачивается в горячей воде. Просто берутся плотные нитки и начинаем делать ее с головы. Завязываем здесь, завязываем здесь и перевязываем в этом месте. Если вам объяснить, как это делается, то вы можете смело это выполнить. Сделан из теплого и солнечного материала соломяные выработки не выходят из моды. И они заховывают культурный код белорусов и сохраняют нематериальные качественности наших родков, что идут с глубины стагодов. Миклайзайца в телерадио компания Гомель при поддержке АТН. Одна перемога на всех. В Гомеле больше за 50 удельников собрал незвычайный футбольный турнир сирот подлетков. За пальму большинства змогались выхованцы установ профессионально-технической адукации, военно-патриотичных клубов, а так само подлетки, с якими проводится индивидуальная профилактичная работа. Товарищские споборництвы были промеркованы до дня возволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Регламент споборництва подразумевал две подгруппы по три команды. Найлепшие из яких выходили у плей-офф, где уже смагались за первое место. Увлекаясь спортом уже давно, это мое маленькое увлечение, скажем так. Поэтому мы с товарищами сегодня собрались здесь, под мирным небом. Здесь очень разные категории детей. У каждого ребенка разная жизнь, своя интересная история. Где-то, да, есть история негативная, но здесь каждый ребенок показывает друг другу пример, как мы можем правильно провести свое время, как мы можем провести это время полезно. В перемогу с поборництвах отрымала команда Гомельского аграрно-техничного колледжа. Организаторы плануют сделать такой турнир, что готовым. Юбилей означает открытое акционерное товариство Гомельшкло. А Мальстагодзе – флагман шкляной промысловости, вырабляя якосную продукцию. Об этапах развития и планах на будущее наш наступный сюжет. История началась в далекие 30-е. Кирпич за кирпичом на песчаных возвышенностях Костюковки росли корпуса в будущем стекольного гиганта. И вот с 1933 года стеклоделы верны главному принципу – быть профессионалами. Я вообще из семьи потомственных стеклоделов. Мой отец, моя дедушка. Потом я вышла замуж в семью стеклоделов. И вот так я здесь проросла. Проросла почему? Я родилась здесь. Мне очень дорог поселок и дорог завод. Дорога его история. В сердце у каждого из нас, кто здесь живет, в этом поселке, ну теперь уже мы относимся к городу, остается частичка завода. Главным двигателем предприятия всегда являлись люди. Семейные династии на гумель стекло по праву называют главными звеньями сложного механизма. Их отдача и любовь к выбранному делу позволяют добиваться все новых высот. Естественно, не все сразу хорошо, значит, воспринималось. Но сумели, так сказать, отстоять себя на рынке. Упорство, упорство, решение. Завоевать авторитет среди многих производителей в то время. Ну и современные достижения, так сказать, меня радует и немножко успокаивает. Значит, что не пропало все, значит, что все, как говорится, в надежных руках. Тонкость, закаленность и прочность – это не только про стекло, но и про коллектив, который со временем только крепчает. Сегодня на передовой молодые, амбициозные, именно в их руках будущее предприятие. От имени молодежи Открытого акционерного общества «Гомельстекло» поздравляю предприятие с 90-летием со дня образования. Уверена, что энергия и талант молодых стеклоделов и использование опыта ветеранов обеспечат устойчивое развитие отрасли на современном этапе. Искренне желаю труженикам предприятия крепкого здоровья, праздничного настроения и неиссякаемой любви к выбранному делу. Хочу пожелать нам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и процветания заводу. Пусть наше стекло всегда светится яркими красками и отражает лучшие стороны нашей жизни. Бьющиеся в унисон сердца работников позволяют стекольному гиганту расти и развиваться. Перспективы есть, а это значит, что «Гомельстеклей» еще не раз можно будет услышать не только на республиканском, но и международном уровне. На сегодняшний день планов у нас, конечно, великое множество, но основное в ближайшие годы – это модернизация двух линий, которая позволит нам обеспечить гарантированную работу завода на ближайшие несколько десятилетий, до 20 лет. И мы это уже начали реализовывать, эти планы. За достижениями «Гомельстекло» стоит каждодневный труд каждого из работников предприятия. Впереди большие планы и цели, которые обязательно реализуются. Ведь секрет успеха прост – слаженная работа большой команды. Татьяна Пемененкова, Валерий Копанько, телерадио, компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале. А так же на сайте в интернете по адресі «ТВАРГОМЕЛЬКРОПКАБАЙ». На этом выпуск завершен. У студии для вас працавала Юлия Мастич. Усяго доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Лоевском районе в Затоне реки Днепр погиб пенсионер. Житель деревни Исаковичи пропал еще 7 ноября. Тело мужчины было обнаружено накануне сыном на расстоянии около 10 метров от берега в Затоне реки. В Речице произошло ДТП. Есть пострадавшие. Девушка-водитель Джили двигалась по улице Светлогорское шоссе. При повороте налево не предоставила преимущества движений Мерседесу. В результате чего произошло столкновение с телесными повреждениями. Пассажир Мерседеса госпитализирован. В Светлогорске пенсионерка поверила злоумышленнику и чуть не лишилась жилья. Женщине позвонил якобы полковник из Минска и сообщил, что известная мошенница выставила на аукцион ее квартиру. Собеседник попросил помощи в поимке преступницы. Согласно плану якобы спецоперации, бабушке полагалось в Тане от всех продать имущество. После продажи злоумышленник попросил привезти в столицу вырученные деньги. Родственники пенсионерки, узнав произошедшим, отвезли ее для разбирательства в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушение правил эксплуатации печи, теплогенерирующих агрегатов и устройств привело к возгоранию жилого дома. Инцидент произошел в городском поселке Лельчицы по улице Тенистой. В результате пожара повреждена кровля блочного дома, к счастью, без пострадавших. По той же причине произошло возгорание жилого дома и в Добрыше по улице Интернациональной. В результате пожара повреждены кровля и потолочные перекрытия строения. В Житковичах по улице Приозерной на территории гаражно-строительного потребительского кооператива горели скутеры и легковой автомобиль. В результате пожара скутер полностью уничтожен и иномарка частично повреждена. Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Николай Зайцев. Здравствуйте. Гомельские ВРЗ и Быче добились побед в матчах чемпионата страны по мини-футболу. ВРЗ на своей площадке разгромил Борисов 906-1. Лучшим игроком встречи стал Дмитрий Лось, оформивший дубль. В еще одном матче Гомельская БЧ сломила сопротивление Светлогорского ЦКК 7-4. Два мяча в составе победителей забил Максим Евдокимов. В таблице первенства лидерство сохраняет столица. У действующих чемпионов 22 балла. У ВРЗ и ВТНа по 18 пунктов. Гонболисты Гомеля одолели Машеку в домашнем матче Белорусской Суперлиги. Первый тайм во дворце игровых видов спорта завершился с минимальным перевесом хозяев площадки 14-13. Во второй половине гомельчане также сохраняли небольшое преимущество и довели дело до победы 28-25. 13 мячей в составе победителей забросил Максим Красовский, тем самым став лучшим бомбардиром встречи. Благодаря этой победе Гомель обошел Машеку в турнирной таблице чемпионата. Теперь команда Андрея Мочилова располагается на пятом месте. Волейболисты гомельской энергии переиграли столичный мопит в чемпионате Белоруссии. Проблем у команды с берегов Сожа в этом матче не возникло. Дружина Романа Аплевича оставила за собой все три партии. 25-21, 25-19 и 25-16. Лучшую результативность в составе победителей показал Владислав Тришин. На счету игрока 14 очков. У Дмитрия Майоренко два блока. Владимир Галота отметился тремя эйсами. В турнирной таблице первенства энергия сохранила первую строчку. Отрыв от Марка и Легиона составляет два очка. В следующем туре гомельчане примут на своей площадке западный бук. Игра состоится 18 ноября. Легенда гомельского хоккея Андрей Андреевский вошел в тренерский штаб Рысей. После завершения игровой карьеры хоккеист перешел на работу детским тренером. Под его руководством команды юношей и юниоров Гомеля становились чемпионами и призерами первенства Белоруссии. Ранее в сезоне 2014-15 Андреевский также входил в тренерский штаб фармклуба «Гомельчан». А в 2003 году как игрок Андреевский стал чемпионом Белоруссии в составе Гомеля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Зайцев. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!